Мы сейчас встречаем этот цикл. Я же говорил, что я взял. Ну там прям отрыв башки. Теперь на меня презрительно смотрят все автоводители. Охренеть. Охренеть. Видела? Наверное, его надо куда-то воткнуть. Первое за мою жизнь. Вообще, что, если я когда-либо из техники купил новое? Мечта сбывается. Ну, главное ответить вопрос себе зачем. Знаешь что? Пошли, расскажу. Каждый день огромное количество мозговых процессов. Мне нужно решать, принимать решения. Это стресс. Стресс – это расхлябанность. Стресс – это недосып. Стресс – это инурез. И вот чтобы всего вот этого не было, я для себя протестил одну штуку. Буду рассказывать свой опыт, не буду вам говорить, не буду вам рекомендовать. Слушайте просто мой опыт. Вот эта штука от Амонита Клаб. Мухоморчики. Не проводите никаких аналогий с, вы знаете, вот этих стереотипных, с тем, что вот там вот грибники обожрались, ходят и это. Все в этом мире есть яд, лекарство, вопрос количества. На то и название микродозинга. Я не адепт микродозинга. Я не пропагандирую микродозинга. Я просто рассказываю свой опыт. А мой опыт был таков, что действительно, когда… Там была рекомендация, как я сейчас помню, что нужно было там месяц пить, месяц отдыхать. А я попробовал немножко по-другому. Я неделю пил, неделю отдыхал. И реально, ну, я по себе понял, что, кстати, сон стал глубже. Отрубаться начал вот так вот. Чуть-чуть стал поспокойнее. И еще был один момент очень прикольный с тем, что когда ты вот с этой недели слазишь, потом голова очень светлая. Реально светлая голова. Вот. Это мой опыт, ребята. Если вам интересно, ссылочка в описании. Готч как по-английски будет? We go? We go, сказал Готче. На часах 10 минут четвертого. Утро. Спать хочется, как мрази. Хотя, что для меня не свойственно обычно в этом времени. Я еще учусь, воночусь в мыслях. Короче, вы должны, наверное, оценить, что я сижу с пузиком в этих драных джинсах в моем бренде одежды Painkiller. Посмотрите, этот стиль. Да, мы возобновляем сейчас работу полноценную по Painkiller. Будет крутейший. Будет просто новейшие будут шмотки. Самые качественные. Ушли все с рынка Affliction и прочее. Параллельный импорт здесь точно не будет работать. А мы всегда гарантировали качество нашим клиентам. И те ребята, которые брали Painkiller, это знают не об этом. Ладно, ребята. Мы сейчас встречаем этот цикл. Я же говорил, что я взял. И в телеге такой интригу, типа, ой, какой мод. Все. Сейчас, где-то в течение 10 минут, этот цикл будет уже под моими окнами. Доставка прямо до дома. Спать хочется, да? Пи***ь. Раз, два, три. Канистру возьми. Вооружая шесть канистры с 95-м. Специальной воронкой, дорогой. Идем встречать. Что, можем прямо здесь денеть? Можешь вот сюда вот заехать. Что, как дорога? Нормал. Охренеть. Охренеть, видела? Колесо какое широченное, да, такое прям могучее? Сухая масса 290, да? Здесь самый большой мотор среди серийных мотоциклов. Держишь? Да, да, конечно. Ну что, лучше. Раскат наклонил. Друзья, вставочка в это замечательное видео, которое вы смотрите на YouTube-канале, она про мои гайды. Гайды, которые помогают людям становиться сильнее. Уже тысячи довольных ребят, которые реально добавили своих силовых, которые пишут суперские отзывы. Доступ к силе, доступ к этим секретным знаниям находится внизу в ссылочке в описании. Жалко, что у мотоциклов, как у машин, нету, знаешь, салона так завозишь и запах новой машины, да, а тут, а какой он мощный весь, такой, блядь, сбитый, тут, видал, кардан вместо цепи уже, все по-взрослому. Вот это кардан? Да, ну вот это редуктор, блядь, сетева, мост, брембо-тормоза. А сколько делал хонда мотор? Ну, 1,6. 1,6, а здесь 2,5. Так. Давай подумаем. Наверное, его надо куда-то воткнуть. Для того, чтобы там бак засовывать еще, что ли, нет, крылать. Да, если метка, тогда 2, ой, блядь. Ух, ебать. Дисплейчик-то, а? Смотри. Просто жир, жирный, жир. Бензин, я так понимаю, что, в принципе, вообще нет, да? У него там как-то, наверное... Ну, давай заправим его. Я счастлив. Я уже не был счастлив, уже, знаешь, ну, взял и взял, а потом... А вот сейчас я, блядь. На меня есть рысь. Рысь в бренде Painkiller. Он очень новый, long sleeve, с клепками, железненький, стильненький. Рысь, покажи, покрутись. Все. Всем брейд Painkiller. Теперь Кирюха мотоциклист на Painkiller. Первое за мою жизнь. Вообще что, если я когда-либо из техники купил новое? Да, ну, 2 километра, ну, это раз. И второй момент. Последний мотоцикл у меня был лет 16, наверное. То есть 16 лет назад. Не переливает, нормально очень. Сильные капли. Чё, капли, да? Блядь. Ну, ладно, это мотоцикл без этого. Нет, это не мотоцикл. Мы еще гадали, какой бензин туда лить. Я говорю, Вась, скачивай мануал. Написано, что 95-й, минимальный 91-й. Вот какая-то бензинца. Ты рекомарила, а? На тексикоман старик. Нет? Сразу сон как рукой снял он. Просто. Как будто ничего. Как будто какой сон, мать его, лететь. Ну, дождался. 16 лет у меня не было моды. Это первый запуск. Это самый-самый первый запуск. На однометре 2 километра. Мощи тут, мама дорогая. Какой-то суперудобный. Он какой-то супермягкий. Он как-то прям очень круто. На нем удобно рулить. На нем реально очень круто и удобно рулить. Блин. Просто, знаешь, некоторым мотоциклом сажусь, и мне нереально неудобно. Прикинь, когда подножку достаешь, он глохнет сам. Сам? Да. Честно, когда я его взял, я думаю, чуть-чуть побалуюсь и продам. Нет, видимо, не побалуюсь. И не чуть-чуть. Реально такой бум-бум. Тихий, да? Рулиться, как велосипед. Но про тихие ребята говорили, что это и плюсы и минусы. Мотоцикл почему громкий? Чтобы когда ты едешь, тебя было слышно. А это прям такое. Но, в принципе, если тут литера все-таки стоит GT, то это, наверное, больше про трассовую историю. И тебя там, наверное, не должно быть слышно. Да, прикольный аппарат. Неожиданно. И теперь понесется шлем, защита, мащита, чехол, мехол и всякое прочее. Кожаные куртки? Не, не, не. Какие кожаные куртки? Хотя меня зовут на выходных, там, распродаж идет какая-то где-то. Расскажи, как так? Вот когда-то я помню тебе говорил, блин, что-то мотоцикл хочу. Я кубовый хотел, первый мотоцикл свой. Кубовый? Да, один кубовый, ну, один литр. Литр. Ты мне говорил, разъебешься, не надо, ну, эти мотоцикл. Как так тебе в голову пришло мотоцикл взять себе? Давно хотел такой? Как бы оно из головы не выходило. Я понял, определил для себя спокойное время, по которому можно по Москве ездить. Ну, реально спокойное время, когда ты можешь потихонечку выехать в Москве и покататься. Это вечер и какой-нибудь тихий район, который тебе очень сильно знаком. Теперь на меня презрительно смотрят все автоводители. Да. А где его заказал? С Европы привезли. Месяц, месяц и один день, наверное, что-то такое. Почему выбор пал на него именно? Ты видишь, как я на нем сижу? То есть он не выглядит каким-то малышом. Не знаю, как через камеру, но мне на нем сидеть удобно. Ну, хорошо, да. Да, я еще хочу ножки, тут ножки регулируются, то есть ножки еще туда-вперед передвинуть. Они вперед двигаются спокойно, чтобы было вообще удобно. Руль ничего менять не нужно. Это джетишка, и мне удобно на нем сидеть. Нормальная седуха под мой сорокотанчик. Блин, он мягкий, он рулится как велосипед. Вот это самое прикольное. Какой бы он там не был тяжелый, там 300 килограмм, там все дела, там он рулится просто как велосипед. Как на Америке, там прям-бам-бам-бам-бам на нем. Вообще класс. Была мысль, да, что я чуть-чуть на нем покатаюсь и продам, а сейчас я думаю, что я на нем чуть-чуть покатаюсь, а потом еще чуть покатаюсь. Зимовать, то есть с тобой будет, скорее всего? Да, да, ну как раз таки поэтому два парковочных места снял. На них умещается сразу и Тирекс, и Мот. Бой-ка. Что-то там зашуршало, что-то там замуршало. Львы не теряют сон из-за овец, не фактую с ними, берегу конец. Эти щеглы забыли, кто отец, я из-под земли, да явно не мерпец. Полная экипировка, еще я буду ходить на школу контоаварийного вождения обязательно, прям сразу же. Ну, как бы, блядь, не шутки, блядь, не шутки. Два колеса, два колеса. Потом посмотри, что на четырех колесах-то люди делают, варят, кажутся им. Поздравляю. Искренне? Ну, конечно, это очень круто. Ты бьешь же, сука. Мотик, кто себе мотик не хочет? Мотить хотят себе все, но главное ответить вопрос себе зачем. Везти самому всегда страшно, ну, опять же, то, что, о, свои денежки куда-то там положил, там куда-то отправил, вот. Даже обогрев ручки есть, прикинь. Фигом. Да, тоже прикололся. Такая хурма, ребят, такая хурма. Вот. Так же, как Даниил возил, так и возит мне. Все, что нужно, помогает. Сейчас он Васе будем пригонять в машину. А не будет такого, что ты говоришь, что я на лайте буду ездить, там все такое, и вот ты разъездишься и... Нет. Ну, вот у меня есть самокат, который едет сто с лишним. Я его всегда ставлю на ограничитель первой скорости, не разгоняюсь на нем больше 28 км в час. Как бы это для тебя показатель? Ну, то есть, есть самокат, который, блядь, здоровый, на котором удобно ездить, не страшно, у которого по бордюрам... Знаете, бордюр легко запрыгнет. Я прекрасно понимаю, что он может, насколько он мощный, что он, ты козла, со мной встает. Зачем? Зачем рисковать? В принципе, два колеса, это уже риск. Ну, вот, а тут именно, вот, знаешь, вот это настроение пока лето, вот это, вот, знаешь, я сижу, блядь, так ветер прикольный дует, так, знаешь, обдувает мою, блядь, нежную волосатую грудь. Зачем нам с Гочей нужен fucking риск? Плюс здесь есть АБС, и здесь есть антипробуксовочная система, если я не ошибаюсь. Да. Блин, здесь фишек вообще просто. Здесь даже приборку можно менять. И подогрев рукояток, по-моему, есть. Да, ну, это, я думаю, на многих мотоциклах фишка. Ну, просто, знаете, когда ты ездишь на еже, блядь, где ты сам цепь клепаешь, и как бы здесь АБС, здесь кардан могучий вообще просто. Для тех, кто в танке, это модель Triumph Rocket 3. Triumph Rocket 3. Смотри, так, чпок, все, пассажиры ссадил, пошел в жопу садил. Я, к примеру, боюсь мотики, но эстетика, вот эта мотосфера, это прям вообще, ну, очень круто. Я помню, Кирюха меня в прошлом году на выставку водил, ну, там прям отрыв башки такие кастомные были, такие они красивые есть. И в стандарте, и просто посмотреть, это вообще произведение искусства целое. А покататься, ну, я, к примеру, я боюсь вообще, в прямом смысле. Ни разу не катался. Ну, я катался, мне как-то дали, типа, вот эти Санчесы, которые по грязи, вот эти, по, вот, ну, я чуть-чуть покатался, и все. Но мне страшновато из-за того, что опыта нет, и как бы не готов пока. Ну, вот на таких точно не вариант, потому что, ну, блин, даже вот смотри, как я выглядел. Ну, это вообще. Ну, не супер прям это, ну, да. Не-не-не, все равно это. Он реально, вот этот мотоцикл для крупных дядьков. Да, для больших мотоциклов. Прям для таких толстячков, как я, там, не знаю, там. Вася даже его уже, наверное, будет тяжело держать, вот, там, этим весом. А мне, ну, как, ну, как, ну, он реально как велосипед для меня. Такой, вык, вык, откатил вперед, назад, сел, поехал потихоньку. Быстро вспомнил, как ездить? Ой, блядь. Когда бы сыр раз ездил? Недавно. Ну, прям, чтоб ездил-ездил. Ездил-ездил, но я на этом еще не ездил, не ездил. Ну, как бы, я же тебе говорю, сначала школа контраварийного вождения. Все, потом все остальное баловство. Нужно к таким вещам крайне серьезно относиться. Пускай здесь тормоза Брэмбо стоят, резина какая-то тут крутая стоит. Куча угодно, новые абсолютно. В Москве все тебя хотят убить. В Москве мы просто, мотоциклетчики, это враги автолюбителей. Теперь буду приезжать куда-нибудь на Воробьево горы, ставить мотоцикл, вставать с томным взглядом возле него и смотреть, как у меня девочки ходят. Вот бы покататься с кем-то, и шлем второй есть. И она такая, 2,5 объема, гран-туризма. Сразу характеристики тебе сказала, да? Первый, кому я скинул то, что я себе купил мотоцикл, это Виталий Орех. Потому что он очень себе сильно хотел триумф-ракету третью, а взял какую-то там, это, молколитражку. И когда я ему сказал, что я беру, он говорит, ты только что украл мою мечту. Я ему первому фотки отправил. Что он сказал? Ну, он что-то там такого гадкого наговорил. Потом предложил быть водителем. Тут, глядишь, и почаще заезжать будет к тебе. А, он будет заезжать, да. Творческие люди, знаешь, вообще их не поймешь. Ты ему будешь нужен. Поздравьте меня, я открыл категорию А. И после того, как получил права, через два часа я продал мотоцикл. КОНЕЦ КОНЕЦ